Всем привет! Меня зовут Настя, вы на канале Жизнь Маркли. У нас вообще последние пару дней стоит какая-то аномалия. Вчера было так, что целый день светило яркое солнышко. Такое яркое-яркое, было чистое небо. А потом в 3 часа дня я выхожу за детьми, открываю дверь, а на улице сильный-сильный туман. И вот смотрите, этот туман продолжает стоять. Еще такое загадочное, все мистическое. Вот как это выглядит. Такое туманище. Мы еще живем на горе, и поэтому у нас, у кого бы не было бы тумана, снега, но у нас всегда туман очень-очень плотный. И причем камера еще отдаляет его. На самом деле видимость еще похуже. И если где-то не идет снег, то у нас он обязательно будет. А едем мы в интересный торговый центр. Возрыв необычный. По-моему, в прошлом году мы снимали видео оттуда, когда с Лешей ездили. Впереди вообще большой перекресток, круговая, и там должны быть светофоры. Но мы их вот только-только начинаем видеть. Здесь не то, это с пешеходного перехода. Смотрите, какая видимость. Очень плохо все видно. У нас в машине вот такой вот эльфик. Ха-ха. Ходили с детьми в Макдональд. И вот такие игрушечки нам попались. В Англии, как известно, подготовка к Рождеству Новому Году происходит довольно рано. Даже в предыдущем видео Иришка оставила комментарий, что уже с октября все лежит на полках. На самом деле так и есть. Здесь подготовка начинается очень-очень рано. И поэтому мы едем прочувствовать наступление праздников в Торговый Центр. Красивая. Вот такой вид. Из окна машина остановились на красном свете. Смотрите, как совсем солнышко там проклевывается. Как ежики в тумане едем. Но дорога знакомая, поэтому все нормально. Доедем до места назначения. Специально включила вам радио, чтобы вы тоже почувствовали вот этот дух английский. И туман. Конец ноября. И по радио одна за другой песней идет рождественские новогодние. Так что это не шутки с Англией. Мы ехали. Это место называется Тонг Гарден. Просто такое название. Рядом улица очень длинная. Называется Тонг Стрих. И за поворотом находится вот такой торговый центр. Пойдем смотреть. Пропитываться атмосферой. Праздничный. Я уже знаю, что в Прибалтике, в Европе уже вовсю идет снег. Ну вот я смотрю на нашу туманную Англию. Наверное, когда туманы пройдут, и у нас тоже пойдет снег. Но пока, если честно, как-то не хочется. Еще прям кажется, как будто рано. Ага, я была пробовала. Точно. Здесь каждый год что-то интересное. Они по-разному все декорируют, украшают. О, смотрите. Для ленивых, кому не хочется идти в лес, которых здесь, в принципе, достаточно таких лесочков, можно пойти насобирать щушек. А тут они стоят прям 7 фунтиков. Что-то по-дикому начало моргать, смигать. Такие всякие подделочки, игрушечки. Что-то уже конкретно раскупили. О, смотрите, какой ежик. А вот эти вот игрушечки, подделки, получается, они для садов. А, смотрите, что здесь с другой стороны. О, смотрите, вот эти декорации они специально делают для того, чтобы люди могли фотографироваться. И здесь даже написано, фотографируйте, сделайте фотографии и оставляйте вот такой хэштег для продвинутых. Традиционные почтовые ящики английские. Такой трактор крутой с сантой. Ёлка красивая, большая. Овечки. О, смотрите, овечка тоже с очками, как и я, за рулём. Вот такое озеро заснеженными лебедями. Хлеб. Очень красиво. Ну, вы как поняли, я сюда на разветочку, а потом мы сюда поедем с детьми. Идём дальше. О, какие гномики. Симпатявые. И серенькие, и красненькие. И даже чёрненькие. Дисплей с ёлочками разных размеров. Вот такие фигурки тоже очень красиво. Кто ставит в сад. Вот такое интересное, они работают на батарейках или от электричества? Сузя по проводам от электричества. Мне всё время тоже хочется поставить вот такое в гарден, но участок украсить, но с нынешними ценами на электричество как-то это желание пропадает. И у нас очень часто бывают сильные ветра. И поэтому вот такая конструкция, мне кажется, очень легко может улететь, к сожалению. Поэтому эта мечта немножко остаётся мечтой. Смотрите, там целый туннель сделан. Сейчас мы туда обязательно пойдём. Я думаю, мы здесь ещё тоже походим. Ну, как обещала, сейчас пойдём в этот волшебный туннельчик. Как раз люди отойдут. Выглядит просто волшебно. Всё меняет, меняет цвета. Классно. Получается, весь торговый центр делится на две части. Здесь больше всё по декорациям. А с другой стороны, такие декорации, которые больше для дома. Вот, смотрите. Даже со скидкой. А сейчас же в Англии ещё происходят Black Friday, Чёрная Пятница. Если честно, мы никогда в этот период времени ничего не покупаем такого. прям некоторые люди ждут момента, когда будет Чёрная Пятница. Мы просто знаем, что она есть. А так вообще англичане прям выжидают, ждут и специально откладывают какие-то большие покупки на этот период времени, чтобы вещь, которую хочется, купить со скидками. Просто громадный выбор ёлочек. И смотрите, что здесь есть. Хопа! Вот такая ростовая линейка. И написано «Используйте её, чтобы выбрать идеальную ёлочку». Классно. Всё продумано. А вот интересно, вот этот олень стоит, не вижу у него... А, нет, вижу всё-таки провода тоже. Вот такие матики. Я тоже уже несколько лет хочу купить вот такую под ёлочку. Постелить. А здесь ещё есть вот такие штучки тоже под ёлочку. И ставится, чтобы красиво выглядел вот этот штенд. Здесь показано, как это при использовании выглядит. Выглядит довольно аккуратно, красиво. Здорово. Вот. Ёлочки с огонёчками, без огонёчков. Пушистенькие такие. Точно разного размера. Арочка такая красивая. А вот снежные ёлочки. Кстати, мы решили попробовать в этом году по совету нашей соседке попробовать. Есть же такие баллончики, которые с искусственным снегом. И вот попробуем тоже в этом году из нашей зелёной ёлочки сделать вот такое напыление из этого снега. я обязательно вам покажу, что у нас получится. Вот. А здесь такая ёлочка, смотрите, уже с шишечками, с ягодками. Так как это место, название этого места связано с садом, Тонг Гарденс, Гарденс это сад, то также здесь всё есть и для дома, и вот там дальше для сада, всякие тяпочки, удобрения и так далее, леечки. Вот. Да, здесь всякие пальмочки домашние, домашние цветочки. Вот мне очень нравится, в последнее время начали выводить такие маленькие орхидейки. Они буквально, может, сантиков 15. Очень выглядит симпатяво. Рождественские цветочки. Я помню, мы какой-то год тоже покупали, но, к сожалению, они не так долго стоят, буквально. Ну, максимум месяц, наверное, они отстоят и всё. Ну, выглядят очень красиво и в прошлом году, по-моему, продавались даже белого цвета такие. Ну, пойдём в отдел всё-таки для Рождества. Мы сюда для этого приехали. Такие огонёчки. Ну, как-то в этом году очень мало, мне кажется. Именно вот огонёчков, интересно. видишь, осури. О! А вот не только олени, наконец-то. Что-то ещё есть интересное. Снеговички. Такие весёленькие. А вот громадный олень стоит. Опа! Даже не знаю, насколько отойти, чтобы его было видно. щелкунчики. И звёздочки. В этом магазине можно увидеть много необычных игрушек, которые не встретятся в простых рядовых супермаркетах, магазинах. Мой сад. А это, получается, для птичек. Это такие скворечники в виде почтовых ящичков. Но мы уже выходим с этого дела и идём смотреть дальше. Красоту. Очень хочется подойти к этому стенду. В прошлом году он тоже здесь был, стоял в другом месте. Здесь сделан такой мини-город. Здесь всё двигается. Всё такое маленькое, интересненькое. Чего здесь только нету. И магазинчики, и каток. Так. Смотрите, даже водопад громадный. Ну, громадный для этого города, конечно. И часики. И воздушные шары. Смотрите, там даже Санта летит. О, как мило. А тут Санта катается на качель. И все эти домики можно купить по отдельности. То есть при большом желании можно дома тоже сложить такой классный, классный городок. да, все позиции пронумерованы и отдельно стоят стенды, где можно всё это купить по отдельности. там. Очень красиво. Смотрите, а здесь можно считать, сколько дней осталось до Рождества. Сейчас мы пройдем через эту красивую арочку. Наверное, не первую. Нет, первую пройдем. Тоже очень красиво сделала она. Здесь тоже начинается своя красота, декор для дома. С любыми оттенками, на любой вкус и цвет, игрушечки, подставочки. Смотрите, шабли какие большие. О, ха-ха-ха. Хорошего качества. Какая нарядная елочка. А в этом отделе уже другая цветовая гамма. Золотой, синий, зелененький. Ну, кто хочет себе такую кроватку, как у снежной королевы, наверное. Здесь опять другая цветовая гамма. Красный, золотой, зеленый. О, смотрите, как интересно. Все выглядит просто шикарно. О, какое необычное место звездочки. Смотрите, собенок сидит. А на этой елке тоже необычная звездочка. Опа! Печенюшка. Человечек-печенька. А тут обезьянка цирковая. Большой гномик. Чтобы было больше понятия, насколько он большой, вот он почти со мной. С ростом. Со мной одним ростом почти. Интересное замечание. Санта все видит. Пожалуйста, ничего не трогайте. Я заметила, что в Англии очень модно и популярно делать что-либо именное. Что-нибудь небольшое, допустим, бутылочка для воды, или рюкзачок, или книжечка. Даже книжечки бывают, да. Вот такое именное, где можно найти свое имя. Ну, навряд ли мое имя здесь можно найти. Но, тем не менее, очень популярны английские имена. Ну, и видите, которые более популярны уже. Вот такие пустые остаются. Я думаю, после этого видео многие побегут устанавливать елочки дома. А вот такие эльфики тоже. Именные. О, папа эльфик. И мама эльфик. А здесь можно, по-моему, есть место. Можно написать свое имя. Кто знает, что это за супер-мышка такая. Первый раз такую вижу. Может, из какого-то мультика. О, какие мишки интересненькие. Читают. Хотя, быть умными. Все-таки эти печеньки. У меня вот вылетел из головы, как называется это тесто. По-английски это gingerbread. Сейчас вспомню, скажу. Вот из этого же теста взяла такие домики. У нас, по-моему, тоже есть такой значок. Санта, пожалуйста, остановись. Тут можно ставить перед входом в гардене на своем участке. Как же Рождество без щелкунчиков. Множество гномиков продолжают. Такие даже подушечки с гномиками. Симпатявые. И мягенькие. Приятные очень. Такой дисплей. А, мне сначала показалось, что у этой женщины манекена маска. Ну, нет. Она просто такая безликая. Англичане очень любят собачек. Наверное, они здесь тоже неспроста. Я думаю, в этот отдел мы не пойдем. Здесь больше всего для дома. Игрушки. То, что есть в простое время. А мы пойдем вот сюда. Я больше чем уверена, что здесь будут живые елки. Вот такие фигурки тоже для садов, для участков. Можно воткнуть в землю. Они металлические. Ничего с ними не случится. Моя любовь к пальмам. И вот они. Начинаются эти елочки. Ну, самое интересное, самое странное, несмотря на это большое количество елок. Вот они здесь. Везде. Здесь нету запаха елок. Вот это очень-очень удивляет. Ну, даже если есть, то такой минимальный. А тут белый Мишка уселся. По-моему, в прошлом году на фоне него фоткались. Чтоб не говорили, что меня мало в кадре. Вот я и Мишка. А еще я увидела за моей спиной было что-то очень красивое и интересное. Та-дам! Вот такие сани. Здесь сейчас закрыто. И здесь написано, что это виртуальная реальность. Можно покататься. Вот, смотрите, там монитор. Ну, наверное, это открывается, когда дети школу заканчивают. Может, когда каникулы будут. Или, может, вечером. Вот эту надпись я помню с прошлого года. Только она, по-моему, была белого цвета, если я не ошибаюсь. Санта уже в нашем городе, по-любому. Высокие елочки. Как мне обычно видеть пальму с фонариками. А также в перемешку с елочками можно приобрести такие замечательные, яркие, свежие, красивые цветы. Я увидела эти елки и решила выйти на улицу тоже. На улице тоже огромный выбор. Елок и пальм. Елок и пальм. И много других цветочков красивых. Цветущих даже в это время. Елок и пальм. Вот такие гирлянды для украшения домов. Лестничных проемов. На любой вкус и цвет. И вкус и цвет, и на любой ценничек тоже. Красивые веночки. Сразу показано на двери, как это выглядит. Кстати, я смотрю, вот эта штука очень классно. Как в последнее время вешают крючочки на двери. Также сейчас вот показано, что так можно повесить веночек. Потому что в наших дверях большие проблемы, что у некоторых даже пластмассовые входные двери, как у нас пластиковые. Поэтому не прибьешь, что там гвоздик. Ну и прибивать гвоздик ради пару месяцев тоже как-то непонятно. Ага, вот именно вот какой-то шурупчик. Кто знает, что это такое? Мы на самом деле тоже узнали об этом пару лет тому назад. До этого только смотрели, что это везде стоит на прилавках в рождественское время. На самом деле это вот такие, как они называются, крекеры. Нужно тянуть, как конфетки они выглядят. Нужно тянуть с двух сторон. Два человека тянут и, я так понимаю, с чьей стороны взорвется, там такое пух. Скорее всего там какая-то частичка пороха присутствует или что-то в виде этого. Потому что такой эффект, как бомбочка взрывается. Ну такой легкий, приглушенный, приглушенный. И внутри разные игрушки. То есть разные фирмы это делают. Тоже в торговых центрах есть. Обычно такие-то безделушечки. Какие-то минимальные подарочки. Типа там отверточка, зеркальце, карандашик. И принято, когда праздничный стол, все собираются около стола. У каждого, там где находятся приборы кухонные, ложится такая штучка, крекер. Вот здесь делюкс. Можно тоже посмотреть, какие здесь внутри подарочки. Ну вот, да, как я и говорю. Вот такие безделушечки минимальные. Он среди кубик даже деревянный. То есть каждая фирма делает свои какие-то игрушечки. Они бывают разного диаметра. Бывают совсем маленькие. Бывают вот такие побольше. Это тоже не максимальная величина. Вот здесь вот такие игрушечки попадутся. Вот, смотрите, здесь поменьше. С разными рисунками. А вот, смотрите, такие совсем маленькие. Вот такие маленькие. Первый раз вижу. А оно здесь, наверное, надо читать, что там внутри. Но все равно интересно. Да, и количество тоже бывает разное. От 4-6 и вот здесь уже 10. Вот внутри. Вот это больше детская. Коробочки для подарков. Пакетики для подарков. Вот такое было видео на сегодня. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И пишите комментарии. Насколько вы пропитались духом Рождества Нового Года. Если желание обижать, ставите елку. Пишите обязательно в комментариях. Всем пока и до новых встреч.